Итак, следующее упражнение, базовое на глубокой воде, это у нас джекса. На глубокой воде, как правило, удобнее выполнять джекса одновременно двумя ногами сразу. Поскольку у нас, как я говорил, нет опоры, поэтому отведение приведения одной ногой будет немножко, как бы, так скажем, неправильно и неудобно на глубокой воде. В данном случае джекса мы выполняем с вами одновременно двумя ногами. В сторону и приведение в центр. Как можно модифицировать, да? Соответственно, вы можете, поскольку не всегда возможно показать ногами, помимо стула, где можно также показывать какие-то элементы, выполняя сидя, выполнение прямыми ногами можно показывать еще и руками. Например, то, что я сейчас с вами делал, отведение приведения в сторону, да, я могу это показать, например, вот так. То есть потянуть ладони на себя и, как бы, имитируя стопу, объясняя на словах, что мы с вами делаем, отводим и приводим в центр. Как один из вариантов. Поэтому в данном случае руками будет очень правильно и, так скажем, легко показать изменения выполнения амплитуда и скорости выполнения, например, данных джекса. Что я хочу вам сделать? Значит, отводим два раза и три раза короткими движениями. Один, два, раз, два, три, да, как вариант. Раз, два, раз, два, три. В сторону, в сторону, пам, пам, пам. То есть мы здесь делали с обычной амплитудой отведения два раза и изменили интенсивность выполнения, то есть уменьшили амплитуду, увеличили скорость. Три коротких. Следующее упражнение, базовое на глубокой воде, кросс-кантри или же, в простонародье, это называют ножницы. Значит, ножницы, как мы с вами рассматривали на мелкой воде, можем выполнять без помощи рук, да, вперед-назад. Вот. Или же с руками в противоходах. Поскольку мы с вами в предыдущем разе рассматривали джексы, то вот здесь очень хорошо можно сочетать, сделать небольшую мини-связку, используя джексы и кросс-кантри. Что я хочу сказать? Например, джексы, раз, два, три, четыре, кросс-кантри, пять, шесть, семь, восемь. Как вариант.